Всем привет! Мы продолжаем. Сегодня смотрим Ронетки, седьмую серию из 3787. Я хочу, уже наконец, когда развернется эта полномасштабная история, но мы здесь не за этим. Мы здесь за русскими реалиями, за настоящей жизнью, за той жизнью, которая вскипает, когда ты всмотришь в воспоминаниях. Пишите в комментариях, какие у вас были истории, потому что каждый раз, когда мы снимаем Ронетки или Папины дочки, у нас целый шквал обсуждений, как кого били, кому оторвали ухо учителя и вообще разный трешат. Кому-то, кстати, нравилась в школе, с чем вас поздравляю. У меня опыта такого не было, поэтому я все это восприваю максимально эмпатично. Мне плохо после каждого вздоха и крика. Но, тем не менее, это не становится менее смешным. Будем с вами наблюдать, как Аня и все остальные решают свои проблемы. Не знаю, почему-то, мне кажется, линия с родителями самая здесь. Да, да, обожаю, когда здесь появляются родители. Самая жуткая. Мама Ани, отец Жени. Это вообще мои любимые персонажи. Ну, в скобочках. Киноконстанты и Константы фильмы. Это как-то связано? Да. Это одна вселенная, да? Это одна, мне кажется, компания. Просто со временем она поменяла дизайн и название. Потому что Папин и дочке сначала Киноконстанты, а потом тоже вот это. А потом тоже констафильм. Да, да, да. Констафильм. Папа не ночевал дома. Это все из-за меня. Это я. Я, я, я ему. Ну, это реально из-за нее. По факту. Ладно, это не из-за нее, но она как-то, мне кажется, ускорила. Ну, да, стрёмно скидывать на нее ответственность за то, что он решил изменить. Не, это, разумеется, разумеется, не на ней ответственность. Я глупость сказала. Но я к тому, что если бы она тогда за ужином не сказала, может быть, отец бы еще и не ушел бы из семьи. Может быть, он ушел бы через месяц. Похоже. Да, да, да. Сейчас, мать, она сто процентов войдет в режим жертвы. Да. Режим жертвы максимально вот такой оскорбленный, тихий, он молчаливый. Там вода льется, она, наверное, посуду моет. Она такая никогда раньше, наверное, она так вот трудолюбиво не сидела, не занималась на кухне. Это в ванной, я знаю. Мам, ты чего не отвечаешь? Не мешай. Я пытаюсь хоть как-то венуть себя в жизни. А мадам не помогает. А, я ошибся. Она, это, горячую тушь принимает, кипяток, знаешь, когда у тебя депрессняк, а ты под кипятком купаешься. Не знаю, блин. Ладно, это тема, под каким-то кипятком моешься и вообще... Ну, я, кстати, моюсь под кипятком вне зависимости от того, депрессия у меня или нет. Ну, или у меня всегда депрессия. Ты сатана. А вкусненький завтрак тебе не поможет? Может, по иишенке, а? Манечка, отстань от меня, дай не расслабиться. Реально, Аня, отстань. Она пытается... Мать, блин, стресс снимает. Она пытается скомпенсировать. У нее же внутри есть небольшое чувство вины за внесенный дисбаланс. Поэтому она такая, мама, надо за своим родителем заботиться, иначе потом тебе это лавины накроет. Ну, это неправильно, это ненормально, когда в семье дети заботятся о родителе. Нормально? Нет. Нормально. Нет, это дети берут на себя позицию взрослого. А должно быть наоборот. Заботиться должны родители. Ну, я с тобой не согласен. Ну, это не я придумала. Да при чем здесь ты придумала или нет? Ну, я согласна с этим. Просто если ты совершенно исключишь ролевую модель взрослого из воспитания, тогда ты получишь прям какого-то форменного инфантилы. Я не про это, Саш, я про базовые роли, что в семье взрослые должны быть родители. Ладно, ты хочешь сказать, чтобы это не было по стоянке? Да, это чтобы не было, потому что... Но она не на постоянке, я первый раз увидел, как она. Очень много детей, которые реально берут на себя позицию взрослого и заботятся о родителях, чтобы родитель нервничал, чтобы родитель привезти ему тапочки, не знаю еще, что это так не должно быть. Я знаю, я понимаю, рубильники-психологи. Ну, почему все так ужасно? Надо срочно что-то делать. Я завалила эту кашу, мне ее и расклеила. Ну, видишь, она на себя берет ответственность, жену на себя берет, это тоже неправильно. А, отец на работе спал, а не у любовницы. Так он с любовницей? Так он не от любовницы ушел, он от жены ушел. Ну, изначально весь был такой посыл, что он пошел искать кого-то друга себе от жены. Типа, да, да. Ну, что-то как-то его реально немножко залкал, как будто, не знаю. Алло. Алло, пап, привет. Ты где? Ты почему-то у меня ночевал? Анечка. Доброе утро. Ну, я же тебе говорил, много срочной работы. Видишь, даже пришлось на ночь остаться. Ну, ты не переживай. Тут все так тепло, уютно. Как у тебя дела? Пап, я ничего не понимаю. Все так по-дурацки происходит. Мама всю ночь плакала. Пап, я хочу, чтобы все изменилось. Чтобы все было как раньше в Екатеринбурге. Пап, я хочу, чтобы мы были вместе. Чтобы все смеялись. Ну, зачем тебе на работе ничего-то? Приходи домой. Ну, я знаю, что я во всем виноват. Я все исправлю, пап. Кто звонит? Пап, нам. Папа, я не хочу с него разговаривать. Мам, папа спрашивает, как ты себя чувствуешь? Да лучше всех. Как ненужная вещь. С тонущей на помойке. Достя, так ты не успокоишь. Я опаздываю. Не, ну, ее можно понять. Да, конечно. Ну, конечно, ее можно понять. У меня тигря сейчас будет максимальная. Да тут вообще нет. Да тут вообще не знаешь, на чью сторону встать. Потому что этот бедный, блин, мужик, блин. И эта тетка бедная, блин. Они оба. Два дебила, блин, бедных. И это жалко, и эту жалко. И оба какие-то. А когда у нас две жертвы, что у нас активизируется? Что? Спасатели. Она сейчас будет спасать их обоих. А, Аня? Да, Аня уже все, блин. Конечно. Я тебе по-позже присвоню. Ничего себе. Зопа, блин. Такой накал. Вообще. Просто не могу. Какая группа? Кому нахер нужна эта ваша? Тут семья ружится. Они, блин, песенки играют. Причем всегда, в самом начале, какой-то срач дома происходит. Очень часто серии начинаются с семьи. Да, какая-то жопа, но она главная героиня. Мне просто не могу, когда начинают орать вот эти все семейные разборки. А потом, мы не ангелы, живем на земле. Я такой, блин, меня просто вырвали из контекста. Что вы делаете? Давайте каждый раз новую, типа. Моя семья говно, и я тону вся в ней. Ведь мы не ангелы, живем и на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. А нет, там позже. Вот сейчас. Одна небеса. И, наверное, забыли, что в мире чудеса. Туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. По небу были мы небе, там откуда. Туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ночью в гриле, словно птицы, Улыбка в небе, сладная, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь твой. У меня мечта, чтобы все солистки группы Ранетки, Ну, хотя бы, ладно, не все, хотя бы одна про нас узнала И посмотрела реакцию. Я писала где-нибудь. Лишь бы не Наташа, а то я ее обсираю. Наташ, мы же по-братски. Наташ, я чисто, ну... Наташ, чисто подружески. Ну, реально крышевать. Ну, было время, мы все были глупыми. У меня суждают. У меня суждают. Просто в контексте того времени, в поле понимания, нормально. Просто, ну, блин... Сейчас ты новая, Лёва, личность, сейчас уже прям... О, молодец, напиши, пожалуйста, хорошее что-нибудь. Или вот мама ее тоже. Ну, не, знаешь, мама это реально актриса, а Ранетки... Мать, мать вообще отыгрывает с ума. Не, послушай, если мы обсираем персонажа, допустим, вот мать, так ну, это персонажа мы обсираем. Да, 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 да. А тут Ранетки же, они себя играют, ну, получается. И получается, если мы персонажа обсираем, то и реально... Блин, на тот случай, если реально девочки это посмотрят. Пожалуйста, девочки, сладенькие, такие хорошенькие, просто кринж, добра. У меня будет финал с вами. Я не хочу сказать. Финал с вами. Мощи святые. Мне нравится, как Лиза волосы поправляет. Я все жду, когда она, Анюта, как Аня, Аня, а ты как считаешь? Ань, нет, ты мне скажешь, ты что, тупаешь, что ли? Он ушел, другой. Я его боюсь. Я ее боюсь, я реально, вот я стою, я жду, когда я просто по лицу получил от этой матери. Ну, сколько можно? Ответь ему, скажи, чтобы больше не название было. Бедная Аня. Алло. Алло. Да, Женька, привет. А ты что шепотал? Это я, чтоб предки не услышали. Помнишь, ты спрашивала меня такого пранка? Да. Хочешь, поехали сегодня с нами в Подмосковье. У нас будет выездное занятие. Пранка. Жука. Я уже, знаешь, у меня вся нервная система уже поднастраивается под эти саундтреки. Я такой, уху-ху-ху-ху, сектантские мотивы. Отлично. Ну уж, своим наврала, что у нас будет экскурсия. Папушкинский местам. И возьми с собой 500 рублей. Это за пансионат? За занятие. Хорошо, я поеду. Давай. Давай, давай. Антош, ну что ты копаешься? Мне же машина еще... Ой, это же директриса под этих дочек. Честно, я тут это оставил. Вон, Андаша уже собралась. Ты что, серьезно? Я ее не видел, да? Нет, мне кажется, да. Это же одна вселенная. Она, мать Антона, и работает в школе 36-й. Да, это одна вселенная. Мы с тобой пришли к выводу, что это одно... Да, да, да. Ну, она у Васнецовых в школе директриса. Ок. Прости, господи. Да что с тобой? Все, кто поняли, поняли. Что, у тебя проблемы? Проблемы. Мне доска треснула, надо новую покупать. Ой, нет, нет. Да, да, да. Она? А когда она появится? А ты ее же не видела? Она самая классная вообще. Я думал, что самая классная секретарша у Васнецовых. А Ковара? Да там все классные, блин. Да никаких досок. Мам, ну мне нужна новая доска. Антон, ну у нас сейчас нет лишних денег, чтобы тратить их на всякую ерунду. Это не ерунда. Ты же сама знаешь, что доска для меня это целая жизнь. Антон, я все понимаю, но сейчас тебе помочь я чем-то могу. Перса, это моя жизнь. Когда папа из командировки вернется? На следующей неделе, но ты же знаешь, как он относится к этим твоим тренировкам. И я, между прочим, его абсолютно поддерживаю. Так что давай, быстро собирайся, и я жду тебя в машине. Антон, Антон, поторопись. Антон, не переживай. Антон, не переживай. Как все Антону задолбайся. А, она наоборот с поддержкой. Я уже думал, Антон, Антон, хватит оплакивать доску. Антон, пойдем, мать права, Антон. Не, 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 все нормально. Секрой, миленькая девочка. Я вырасту, вырасту замуж за богатого. Куплю тебе 100 тысяч самых лучших в мире. Охренеть, у него план на жизнь. Нет, я типа вырасту, там, заработаю. Нет, нет, дело даже не в этом. Я вырасту, стану, там, не знаю, юристом известным. Я вырасту, вырасту за богатого. Я тебе говорю, вот у нас в слове, ну ладно, ты и все, это с тобой разговор. У нас был просто большой спор, что у нас разная культура восприятия семьи и браков. Да, Саш, почему? Та местность, в которой я росла, такая же восприятие, такое же восприятие. Нужно удачно выйти замуж. А, ну у вас даже, может, серьезнее это все выглядит. Ужас. Да, поэтому... Причем, видишь, мне все самое интересное, что его сестра такая, я выйду замуж с тем расчетом, что ты все еще будешь шалахарой. Да. Ты сможешь себе даже доску купить. Тебе все еще будет нужна доска. Через 15-20, сколько, 10 лет я выйду. А почему она выйдет через 5 лет замуж, блин? Сколько лет, 10? Ну, 8. Так, что там у тебя за экскурсию, себе подробнее. Инвалид. Мам, я тебе уже 10 раз говорила, по пушкинским местам. Копейкина нам на прошлом уроке все уши прожужжала. Копейкина. Она же пушкинистка. Кто на экскурсию не едет, тот Пушкина не любит. А у тебя телефон Копейкина есть? Мам, ну что, мне не веришь? Хорошо, я никуда не поеду. И пусть мне Копейкина 2 по литературе поставят. Виновата в этом, будешь ты. Уже не научилась врать. Я думаю, насколько долго и хватит у нее историй. Каждый раз нужно по 500 рублей. Кстати, 500 рублей в 2007-2005 каком-то там году. Я думаю, на экскурсию, на бензин, на еду. Сколько стоит абонемент в Радугу, скажите, пожалуйста. 500 рублей. 500 рублей абонемент или занятие одно? Ну вот сейчас у них там какая-то сходка под Москвой. 100-500 рублей. Вы что играете? Деньги есть, становись. С каждого по десятке. Ну, больше 10 раз руки успеет отдернуть. Какая дебильная игра. Вам что, деньги делать некуда? Семенов, давай. Твоя очередь. Видали? Вот это реакция. Чего стоите, давайте деньги. Ну и где твоя реакция? Ой, извините. Извините, я заблудилась. А вы подскажете, где ко мне директора? Да, конечно. Вы спускаетесь по лестнице вниз, идете налево, проходите мимо столовой и увидите дверь с табличкой. Простите, а вы кто? Я психолог. Спасибо. Очень важный персонаж, мне кажется, в этой же голе. Здесь реально не хватает психолога всем. У нас где-то... Ну, я помню сцену с этим психологом. Там, знаете, видос вирусился в ТикТоке. Типа, Женя, что для тебя счастье? А я помню. Я помню. Женя, какая у тебя ассоциация с словом «семья». Там стресс, там что-то такое. Женя, у тебя проблемы в семье. Ну что, детишки-то игрались? Скоро здесь санитары будут тяжелать. О, этот, Леркин, ухажор. О, какой криповый заяц, блин. Прост, Лера, это тебе. Короче, все такие были. И вот эти постсоветские еще, знаешь, остались заводы, которые все штопали. Дизайны эти, точнее, остались. Степашки, блин, степашка, которая была еще великая. Нет, я помню криповых степашек. А вот те, которые, да, те, которые переделаны, степашки, так крипа-то жестко. Да, да, да. Привет, ты что здесь ночевал? А как же? А ты опять опаздываешь? Сейчас, там еще за две секунды. Смотри, привык, но придется тебе меня каждый день в школу возить. Чего не сделаешь ради отечественного образования? Нет, здесь вообще диалоги вот эти околоромантические, просто какая-то крыжатина. Нет, он еще хорошо подобрал дело. Чего не сделаешь ради отечественного автомобиля? А как ты по-другому скажешь? Типа, оно сладкое. А почему нельзя нормально разговаривать? Типа, давайте я довезу, давай, спасибо большое, это классно. Да фу, скучно. Тебе такое понравилось бы? Да, ну ты что? Опять этот дурацкий палахон нацепила. Подожди. Я буду. Дорого мне твой Пушкин находится. Так Пушкин, это же наше все. Артистка. Артистка. Пока вам. Блин, она реально... Ну, я просто вдруг вспомнила, что это не на Пушкина. Она даже тебя убедила. Да, да, да. Слушай, а зачем тебя на насулятор подвозить? А? Что за конспирация? Ну, она меня вчера Барзова набросилась, мол, с какой стати? Меня ухожу раз втроба раньше, на машину переложить. А, молодой. Слушай, а ее-то какое дело? Да у нее все дела ее. Как в игре, вот так, за спиной, оп, и готово. Он такой ударил. Ты так радовалась. Я думал, тебе понравится. Угу. Обожаю зайцев, особенно плюшевых. Еще несколько таких подарков придется открыть в музей. Интересно. А где-нибудь в мире есть такой музей зайца? Не знаю. Это все на этом оборвали. Мне больше музыка нырится на фоне. Мне нравится его задумчивость. Не знаю. О, Шрек. Здравствуйте, к вам можно? Подождите пока, подождите. А, вообще-то проходите. Только ненадолго, я вас прошу, вы знаете, тут у меня смета на ремонт. 25 батарей, 40 вентилей, арматура, бетон, 3 тонны. Хоть бы кто-нибудь догадался, что я не просто директор. Я учитель, сушительный директор. Я по поводу матов и козла. Это Виктор Михайлович, он всегда не вовремя. Николай Павлович, концерт для комиссии прошел? Прошел. Прошел. Вы меня попросили музыкальную группу создать? Я создал. Как она выступила на концерте? Ну, ура, комиссия визжала от восторга. И где же ваше обещание по поводу нового инвентаря? Где маты? Где, наконец, волейбольная сеточка? Три баскетболи? Мечи я вам подкинул. А маты? Что маты? Козлы. Если кто-нибудь предпереди в кувырке, сломай свои шеи и калай палаш. Я пойду прийти. Я думал, она сейчас как медиатор вступит такая. А, решаю проблемы. Ну, она же не проблемы решает, она психолог. Причем детский, скорее всего. Не таковы, не моего возраста. А тут уже все потеряно, все уже поломано. Так живем. Давай проходите, садитесь. Что за кубок такой на фоне? В России. Я психолог. Я Ломалахов. А, жалко, что не психиатр. А то, я пациент-то готов. Я шучу. А что вам надо, собственно, что вы хотите? В управление образования просили провести тест по школам. Вам должны были звонить? Не помню, что это, знаете, совсем замутался. Ну, присаживайтесь, присаживайтесь. Тест. Проверочку решили расставить. Лучше денег подкинули. Я думал, она придет туда на постоянке. Так она останется, по-моему. Она, мне кажется, тест проведет, поймет, что все плохо. Это из школы нужен психолог. Какие планы на сегодня? Учиться еще раз учиться. О, это дело святое. А потом? Не знаю, еще не решила. И не надо? Я приглашаю тебе в мой ресторанчик. Посиди. Ну, не знаю. За питанием школьниц надо смотреть строго. Я скоро стану, как хрюшка. Да нет, мы потом пойдем в модный клуб «Закат» и растрясемся на танцпоре. Не получится, у меня очень строгий папа. По ночам или дома спать? Так, иногда я с командировки и проверю. Ладно, я пойду. Подожди, ты ждать, забыл. А пусть Шрека пока с тобой покатается. Я думаю, ему не очень понравится учиться. Пока. А если кого мне напоминает этого? Из Шрека, принца Чарминг или как? Чарминг. Да, ну ты все. Ну да, да. Чарминг, он очень, он прям классный персонаж. Прям манерный очень. Не, ну да, да. Он сладкий прям. Ну, в нем же есть тоже раздражающая какая-то черта. Вот она есть в нем. Чарминг в нашем русском таком, это Басков. Да понятно всем. Для меня это все, это вот эталон. Ну, мне кажется, с него и писался этот персонаж. Я, значит, я когда маленький был, я реально думал, что с принца Чармина был списан Басков, ой, наоборот, Басков был списан, не знаю. Короче, списали все. Сгодно, все. Результат важен, прежде всего, для вас, для учителей. Какой в школе настрой учеников, какие проблемы, как относится к учению? Ну что, проводите, проводите. И начните, пожалуйста, знаете, с 10-го А. Сложные ученики. Митя, метод устраивает. А, пожалуйста, позвольте. Проходите, это как раз их мастер-возитель. Знакомьтесь, Игорь Леонидович рассказывал. А вот эта симпатичная девушка, между прочим, очень серьезный психолог. Какие потрясающие диалоги. Вы просто слышите, человек не просто играет, он живет эту роль. Я верю. Он просто как будто директор. Он реальный директор, все учителя прям максимально отыгрывают медаль. Очень хорошо. Есть какой-то эквивалент нашего Оскара? Что-то у нас статуя Михалкова. Золотой Орел. Золотой Орел? Нет. И вообще не шерри. У нас вообще дают какие-то награды? Да. Кроме грамот. Спасибо. И фломастеры. Учитель истории. Игорь Ильич, рассказывай. Очень приятно. Яна Малахова. А вот психолога я, честно говоря, не люблю. Потому что меня извините. Это чужие. Ну, вы так и нравите на человека наклеить ярлык. Этот легковозбудивый тип, этот шизоидно-эпилептический. Взяли булавочку, накололи. Все, нам про тебя ясно. И при этом еще берете роль на себя чуть ли не священник. И говоришь, полегче, полегче. Ну, какой-то странный ты горелишь, блин. Знакомишься с человеком, обсираешь его, блин. Сразу, сходу. А вот вы, блин, знаете, дизайнеры. Вот вас я ненавижу, блин. Смешное смешное, что он говорит о том, что на меня навешивают всякие ярлыки. И сам точно так же навешивает ярлык на психолога. Но это вообще, какой, 2005 год, старая школа, реально все на архетипах стояло. В смысле? Ну, блин, вспоминай то время. А, что типа ты сангвиник. Я помню своего первого, первый поход к дешевому психологу. Мне тоже. Кстати, к школьному. Это было просто потрясающее явление. И она говорит, вы, Александр, меланхолик. Да, незавидный тип, я вам скажу. И она так сказала, с таким сожалением в глазах иголок. Нет, 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 я не хотела вас обидеть. Я сижу и служу. Какой меланхолик. Ты про что? У меня депрессия. А знаете, я с вами согласна. Психолог, он ни в коем случае не священник. А, вот что, Игорь Ильич, забирайте-ка вы Яну в свой дорогой 10-й А. Я думаю, что там разберетесь. А вы Игоревича тоже протестируете. Только посерьезне, посерьезне, поспрошу. Бежею шерек. 25 батарей, 49 вентилей. Да и это она… Ии-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Новенькая! Да, вы! Вы почему попадаете из ветьма? Извините. Что там? Машина. Эй, а вы что? Вы же все озимые мне потоптали. Э-э-э. Так, спокойно, спокойно. Занимайтесь, оздоровляйте. Борил, борил. Что ему потоптали? Снег? Какие пассивные. Ты чего? Он просто решил диалог с чего-то завести. Что ты смеешь? Извините, мужик просто прикольный. Знаете, а я уже работала в школе. А, нет, что? У нее нет вот этого... Вы что, все... Нет вот этих вопросов? Ну, она, наверное, это уже поняла и уже не спрашивает. Она уже над этим, она уже в ситуации начинает это неудовольствие получать. Ко мне в основном приходили девчонки рассказывать о несчастной любви. Однажды, однажды пришла девочка десятиклассница. Мы с ней поговорили об очередном Пете, она ушла... И повесилась. А потом через год призналась, что уже решила в жизни получить свою убийство. Она просто шла мимо. Зашла послушать, что я ей скажу. Ну, а какой там еще мог быть сценарий, да? Ну, конечно, типа, да. Прости, тебе кажется, был неправ. Ну, она придумала это, прикинь, я такая. Чтобы оперу убедить. Думаешь, что я незначима? Нет. Так вот, я спасла девочку от суицида. Три. И ее подруг тоже. И вообще всю школу. Они все вылисуются не кем. Там был клуб «Синики». Ну что, сыграют? А это для чего? Проверка на вшивость? Да ладно, пусть тестируют. Это что если лучше, чем геймер? О, я вспомнил! Разблокировались все воспоминания. Тесты? Да, приходили тесты, именно психологи приходили. У нас просто был школьный психолог. И он нас... У нас вообще, знаете, в школе какая практика была? Каждый ученик, кто хочет, мог себе выбрать один раз в неделю один урок. И вместо этого урока, допустим, вторник, третий урок. И вместо этого урока ходить к психологу. Обалдеть. И просто беседовать. Ты математику пропустила? Естественно. Естественно. Я почему говорю вторник, третий урок? Я реально выбрала вторник, третий урок. Я ходила к школьному психологу. И она мне давала вот всякие эти тесты. Типа, ты идешь в пустыне, перед тобой дырка. Как ты пройдешь эту дырку? Обойдешь, типа прыгнешь. Ну, короче. Что было? Ну, обхожу, конечно. Что это значит? Ну, что ты проблемы обходишь в жизни. Ну, типа, если ты перепрыгиваешь, то ты их перебарываешь. Если ты прыгаешь внутрь, то ты очень сильно в них застреваешь. А что? А если ты обошел? Ты не решил проблему? Ну, ты решаешь, обходя ее, да. Так это не избегание. Да? Какая разница? Короче. Ладно, ладно. Очень много таких тестов было. И в целом она спрашивала, какие у меня там отношения с одноклассниками. Такая вот ерундистика была. Но я в основном приходила рассказывать, о чем я мечтаю, что я хочу от жизни. Было же мне некого было размазать. Маленькая девочка на кушетке такая. Я не хочу, я хочу жить. Нет, я говорю, я хочу жить в Лондоне. Она такая, все возможно. А сама, наверное, такая, типа. Ненавижу анонимные тесты, я хотел узнать, кто я по жизни. Ты сидишь, заполняешь и понимаешь, что тебе не вернется фидбэк. Там никто по жизни. Анонимные тесты обычно, типа, как ты себя чувствуешь в школе. Да, но это... Унижают ли тебя учителя. Ты понимаешь, так мало вот в твоем соц. Что поинтересовались вот тобой, понимаешь. А, ну понимаю. В основном от тебя требует какой-то результат. В основном хочется просто интервью даже. Да, 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 да. Хочется какого-то обратной связи. Потому что тебе наконец-то начинают про твою личность спрашивать. И тут анонимный тест. Типа, ты просто пишешь это для статистики. Такой, опять меня дует. Да, да, да. На карточках указаны различные виды деятельности. Например, погулять с друзьями, сходить в кино, сделать уроки, ну и так далее. Всего карточек 20. Вы должны будете расположить их следующим образом. На первое место поставить тот вид деятельности, который вам больше всего нравится. Ну и далее по обывающей. Все понятно? Ну не тупые. А если тут нет того, что больше всего нравится? Это тест для всех, а не для скейтеров. Фотографии здесь, кстати, тоже нет. А мы сейчас разложим неправильно, нас потом в дураки запишут. Привет. Выступайте. Здесь отсутствует поход в ресторан. А это теперь мое самое любимое занятие. Каташка, я как в сказке. Я самая девочка, которую первый раз водили в ресторан. Ну вот я не знаю, вот я не могу дома кушать. Знаете, вот только в ресторанах. Суп из черепах и трюфеля. Нереально. Что? Суп из черепах и трюфеля? Ну это такой себе набор. А мы ели чипсы из трюфелей. Помогают воспитать волю, понять бредкость всего мирского. Отключитесь от внешнего мира, отбросите оковы, загляните в себя. Чувствуете? Голод отступает. Холод не так пронизывает нас. А для того, чтобы мы с вами смогли не отключаться от нирваны, я предлагаю всем сбросить оковы, выключить свои мобильные телефоны... И раздеться. Раздевайтесь. Все. И ты новенькая тоже. Можете их вот туда. О чем задумалась? Да. Мой отец сегодня в Москву приезжает в концерты в клубы. А ты откуда знаешь? А что тебе? Ой, этот билборд. Да, Боб Кантер. Нашел? Конечно. По всему городу афиши висят. Боб Кантер, группа Швакен Сальс. Всего один день в Москве. Один день. Фигур. Что ты думаешь делать? Как что? На концерт пойду. Подержи со мной. Не вопрос. Хочешь тогда груз? Не знаю, где деньги на билеты взять. О матери даже рассказывать не хочу. Она точно будет против нашей встречи. Откуда ты знаешь? Может, стоит сказать? Что ты за нее решаешь? Ну, она же за меня решила. Почеркнул отца из своей жизни, а заодно из моей. Печка с детства байкнушка инженера. Идея. А давай попросим Олега. Если он прекрасный принц, пусть покупает нам билеты. Он же твой принц. Сама решай. А теперь сядьте согласно спектру. То есть по цветам радуги. А они что, серые? Серые. Она такая... У меня облачко, а не радуга. А я и здесь не прижилась. Я вижу твою непрекадность. Наступила пора посвятить тебе на первую ступень спектра. Все мы знаем, что каждый человек был задуман в определенной спектральной фазе. Ты Аня. Человек красного спектра. Знаешь, что это означает? Это означает, что ты живешь... Ой, извините. Это мой мобильный. Я, наверное, забыла его отключить. Садись. Вот видите, как какой-то мусор может прервать путь восхождения к истине. Я не думала, она сейчас разобьется. Я реально думала, бью голову опять, а Баньки... Это все шутки. Тебе никто никогда трогать не будет. Ташка, у тебя прям все как в кино. Встреча с отцом впервые в 15 лет. Какой-то прикалываться. Я и так волнуюсь больше, чем за всю свою жизнь. Я и есть ничего не могу. А это ты зря. За питанием школьников нужно следить особенно тщательно. Не мои слова. Так что сегодня идешь со мной в ресторан. Олежек приглашай. Слышался, в ресторан. Ну блин, черепашечку. Я там тебя приглашаю. Ты едешь здесь при чем? Как ты при чем? Ты моя лучшая подруга с пеленок. У тебя сегодня такой исторический день. Так что все, заметано. Видите? Круги пересекаются. Это говорит о великой селе нашего спектрального братства. О единой энергии избранных. Ау. Теперь каждый из вас должен простоять в своем кругу не менее трех часов. Зуб. Отрываемся от оболочи. Приближаемся к радуге. Стоим, закрываем глаза и храним молчание. Ау. Дина, почему ты прерываешь всеобщую медитацию? Просто зуб очень болит. Братья и сестры, это знали. Дина, тебе неспослано очищающее испытание. Высшие силы даруют тебе особую миссию. Ты должна перебороть боль и дать всему нашему братству благо. На тебе платок. Смотри на него. Он придаст тебе силы перебороть боль и вольет в тебя новую энергию. И э а у э. И э э а о и э э э. Я сейчас чувствую боль уже проходит. Ну а что мы там не стояли. Мы это не импробовали. Может реально проходит? А ну выключите весь его скепсис. А ну выключите весь его скепсис. Может это все действительно… Давайте встань в кружу очки. Э э а о о о о о о. До свидания. До свидания. Ну, что скажете? Интересная картина. Надо обработать. Женщина свои секреты. Слушай, Наташа, ты можешь у мамы спросить? Может, тебе надо фильмы где-нибудь на скейте проехать или какой-нибудь трех показать, ну, или еще что-нибудь. Ну, я просто на любую работу согласен. Главное, что ты доску купила. А со старой ты что? Да, я снова. Давно пора. А сколько ты эксплуатировал? А кто? Ты бы ко мне обратился, я сейчас в клипе снимаюсь. Если я хочешь, могу поговорить с продюсерами. Да, конечно. Кстати, а какого у вас сейчас урок? Мне нужно Аньку Прокопливу найти. А она сегодня в школу не пришла. У нас вообще пол-класса не было. Даже отличница Олюхина. Ладно, пошли в ужина. Слушай, Поля, подожди. Это Океазия Путина. Медитируй. Все-таки ударом бурган. Все-таки к телефону конец. Странно. Сначала были будки, а теперь абонент не наступил. Медитируй. 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 Я не ожидала, что ты такая слабая личность. Ты не справилась с искушением. Испытание голода – это одна из высших ступеней развития. Я, например, со вчерашнего дня ни кусочка, ни во рту не держала, ни пила, ни глотка воды. И завтра собираюсь то же самое делать. Я видел, там был какой-то видос на РЕН-ТВ где-то. Там женщина, которая не ела 30 лет. Сняли про нее репостаж. Это же нереально. Очень такая полненькая девушка. Не ела 30 лет? Ну, типа того. Ну, человек не может не есть 30 лет и жить. Ну, там она готовит, типа она вот как-то обогащает себя за счет паров. Она все, типа, ну не ест вообще никогда. За твою слабость братство наказывает и тебя Аня, и тебя Женя. Вы будете мыть обувь всех членов клуба. Братья и сестры, разувайтесь и идите наводить порядок в доме. А стоять три часа. Наказание важнее медитации. Какое-то много омовения, понимаешь? Тут уже намешали вообще все обряды. Тут уже все. Ой, что это с тобой? О, я, похоже, вчера пересердствовала с этими приседаниями. Видимо, зря старалась. Все тело болит. Я тепла в себе какой-то молоденький, какой-то скал. Не умный, не с десятого. Кошка. Глупости этого быть не может. Смотри. Видишь? Я даже через время школы не жмала. А, тебе, Светочка, нужно бороться непременно. Нет, ты знаешь, здесь уже дело не только во мне. Тем более прочим, он педагог, а она ученица. Что тут такого? Я, например, в старших классах была влюблена в учителя по химии. Из-за него поступила в химико-технологический. Теперь эту химию терпеть не могу. Ну, что делать? Приходится работать учителем. Кстати, ты про тренировку не забыл. Соревнования на машину. Виктор Михайлович, я сегодня не могу. Мне с издательства звонили. Издатель сказал, что все прочел. Теперь... Что? Похороны психически больных людей? Что это? Физический, психологический, с применением... Великие уазы. Похороны психологически больных людей. Хочет со мной поговорить? Это все несерьезно. От своей любви наступаться нельзя. Многие болят, не сгибаются. Ну и что тут такого? Молочная кислота, это очень даже хорошо. Просто чудесно. Пошли, я тебя... Ну вот иди к своему Витеньке распрекрасно. За консультацию. Он же спорта знает, он должен тебе помочь. И повод тебе просто прекрасный. Пока он будет с тобой работать, бери быка за рога. Охмыряй его под полной программой. Ты сходи, я? Витенька, разве можно так пугаться? Просто дозвучить. Ой, Виктор Михайлович. Мне одной кажется, что у нее с Витенькой много чего было. Не, мы с тобой уже предположили, что она там... И уже все. А может, даже до сих пор остается Витенькой. И она кайфует от того, что она просто и крутика. Да да, у тебя все получится, у тебя все получится. Кого-то они с Витенькой очень даже близки. До сих пор. Я перетренировалась, что я сегодня лук поднять не могу. Даже не знаю, что делать. Светочка, вы подружились со спортом. Поздравляю, правильное направление. Знаете что, приходите после уроков в сал. Попробуй помочь. Тупая такая, аж бесит. Ну, просто так. У Светочки есть мечта. Ну, хочет ей, наверное, отношений. Нормально все. Ну, ладно. Я хочу вам доложить, ревопытнейшее дело, получается. Сегодня к нам по просьбе управления образованием пришел в школу психолог Яна Малахова. Она провела тестирование в десятых классах. Расчудесная картина. Учеба у них на последнем месте. Ну, что вы на это скажете? А что я говорила? Нет, я не говорила. Я кричала, я предупреждала, что у нее говорит все, что угодно, только не учеба. Почему вы радуетесь-то, Людмила Федоровна? Вы же у нас заводчик. Может, нам заводчик сменится? У Ани теперь маниакальное желание вернуть все, как было раньше. И с родителями, и в школе, и с короче. Везде. Группа. Стадионы завоевывали. Это не для меня. Просто шуета. Зачем мне эта ворская слава? Ты, девочки, меня не хотела. Очень глупо так взорвать свой талант. Девчонки нормально к тебе относятся. Просто обиделись за концертом. Ты потом, ты что, не замечаешь, как странно ведут себя эти люди? Они же обычные сектанты, которые выманивают деньги от таких дурочек, как ты. Да тихо ты. Безобразие. Я вот тут вот пролистал журналы десятых классов. На олимпиаду по физике, по математике, по русскому языку. Некого послать от Мишникова. Раз, два, и обчелся. У Аляхиной китовую певальность упала. Ирина Ивнатовна. Ирина Ивнатовна. А, вы меня? Да, вас, красавица моя. Можете мне попросить? Что вы там читаете? Что за журнальчик? Позвольте, позвольте. Тут свой какой-то класс. Да, 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 свои дворечники. У нас есть учители и все остальные, которые тоже срутся между собой. Да, о господи. Большая грудь, плоский живот. Длинные волосы по Голливуду. Конечно. Это чтение поинтереснее, чем классный журнал. И проблемы позанятнее, чем успеваемость учеников. Некогорилович, я только в Мирико, гляну и все. А вы меня отчитываете, как ученицы. Хватит, хватит. Делать, что будем? Какие будут предложения? А? Молчите! Мне нечего сказать свое оправдание. Ань, ты не понимаешь. У меня совсем другая жизнь. Кажется, как он делает. Так он тоже преподаватель. Физкультуры? Да. По физкультуре неуспеваемость у детей? Да. Окей, то куалетийный. Ты яркий пример-то этой неуспеваемости. Стройка была по игре. Да на все! Я понял, что жила неправильно, что вы все живете неправильно. Мы родители только о деньгаха говорят, их больше ничего не интересует. Главное, чтобы я училась хорошо и отличницей была. А нам все равно плевать. Жень, мне кажется, ты ошибаешься. Твои родители очень тебя любят. Они просто хотят, чтобы потом у тебя была хорошая жизнь, хорошее образование и хорошая работа. Ты мне очень нужна. Я очень рада, что мне появилась такой друг, как ты. Анечка, мне тоже нравится с тобой дружить. Но там пока я не поняла главного, что здесь все друг друга любят. Они только говорят, что любят. Ты ведь... И я тоже говорю, что люблю. По сути, это одно и то же. Просто в моем случае бесплатно. Глаза наставницы. Это же глаза робота. Тихо, нет. Ты плевать она не хотела. Жень, ты не поняла самое главное. Это секта. И вокруг одна ложь. Наставница говорит о бескористии. А ты видел на ее сумочку? Круче некуда. Они же наживаются за счет этих несчастных. Ой, ой. Помогите кто-нибудь. Ой, мамочка. Ой, 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 ой. Это же скоро, мамочка, прекратите. Что вы стоите? Скорую надо вызвать. Опа. Женька, иди сюда. Теперь понятно, почему плохо. Бедная. Она тоже не смогла перебороть искушение и пройти один из важнейших этапов развития избранных. Проще говоря, обжиралась она. Теперь-то ты мне веришь. Как все просто навалено за секунду. Ну а все, нам еще реально две серии раскрывать. Эту секту, блин. Тайные мотивы. Нормально, нормально. Все, просто слили ее. Она вышла, обосралась, пролезала. Говно сыпется, все, вылетело просто. Мне подраться как все. Так она что, пожрать, получается, выходила? Да. Вот что, дорогие мои, в сложившейся ситуации я принимаю такое решение. Теперь в стену школы никаких отличий, никаких, пока не научится хоть чему-нибудь. Николай Павлович, может? Да, да, пожалуйста. Мне кажется, Николай Павлович, что это не метод, чтобы заставить учиться. Я считаю, что наоборот, нужно находить как можно больше точек соприкосновения учителей с учениками. Тогда возникнет почва для дополнительного общения. А вот это, как ни странно, способствует улучшению успеваемости. Сейчас просто наш историк. Да она классная! Можно создать в школе атмосферу доверия и взаимных интересов. Личный ям, мне массовица-денег, а у меня нагрузок и так хватает. Ты что, кружки, что ли, создавать? У нас это две секции есть, по рискультуре и театральная. Надо раскрасить школьную жизнь яркими красками. Ну, как вы не понимаете, вы же не просто учителя, вы люди интересные. Но нужно поделиться своими увлечениями с учениками. Давайте устроим вечер, посвященный вам, учителям. День учителя давно прошел. Это что мы будем таланты с ней демонстрировать? Вот я иду. Мне она так нравится. Как ее зовут? Не знаю, химичка. Ирина, по-моему, нет? Все вышивали. Но кому это сейчас нужно? А если с ними деликатничать, так они вообще на шею сядут. Нет, на уроках дисциплина хромает. Плохая дисциплина – это всегда вина учителя. Я сразу своим ученикам говорю, тебе нужна пятерка или знание. Как в анекдоте. Помните, вам шашечки Ильеха. И вернулись. Ну вот что молчать, что молчать. Почему вы не высказываете свое мнение? Я согласен с психологом. Кто бы сомневался. Ну раз так, Яна, может вы останетесь у нас нас совсем поработать? А? Будете консультировать, будем вместе решать прощения. Я подумаю. Короче, хорошая альтернатива нашей столовке. Не стесняйся, кушай. Да и не стесняйся. Просто переживай за встречу с отцом. У нас же будет, как борется. А вдруг он даже со мной разговаривать не захочет. Да еще как захочет. Не дрей в носах. Не захочет – заставь. Ну съешь ты хоть мороженое. Но нельзя же такие важные поступки в своей жизни совершать на голодный желудок. Растяпал. В витринах. Пойдем за мной? Не долго. У него же нет ни хрена. Его никто не кормит. Он только играет богача, убежать хочет. Вторая девушка. Откуда взялась? Зачем ты ее сюда привел? Тебе же за это платье. Тебе же за это платье. И такой еще реакцию смотрит. Сможно получилось. Это же такие. Че? У него была одна всего лишь. Одна реплика. Одна фраза. Хорошо. Все такие взадится. Мы не будем это переснимать. У нас нету рисунок. Успокойтесь. Все сделано в лучшем виде. Даю слово. Сегодня вечером вы попадете в квартиру подполковника. Реально одна реплика была. Не, сейчас что-нибудь скажете. Не. Это была его импровизация. Последний билет в кино. Это когда знаешь, когда какая-то эпизодичная роль или просто московка, то ты пытаешься максимально там выложиться, чтобы тебя заметили или не знаю. Ты так делала? Смотри. Чего ж вы делаете тут и в вашу качалку? Помогите нам, пожалуйста. Там женщине плохо. Ее очень больно, что-то с животом. Блин, я думал, что они сбегают. Они убегают. Да, убегают. Они бегут там на фоне, на экспозиции. Горит эта хата. Я тоже так думала. Что ж нам делать-то теперь? Марганцовка и каштурка еще лучше. Ну, показывайте, куда идти. Сейчас будут лечить ее марганцовкой. Ты когда-нибудь спил марганцовку? Да. Мерзость. Мне нравилось, когда я гранул допускала. А, это красиво было. За эту красоту приходилось расплачиваться блевотным вкусом. Здрасте. Извини. Веночка. Все прочел. Все понравилось. Но печатать пока не будем. Почему, если вам понравилось? Не наш формат. Не наш. Ну, так и чего ты тут сидишь? Чаи распиваешь? Он бегом в спортзан. Ой, Ирочка. А если он там вдвоем? Ну, с этой Леной. Тем более, и там вдвоем. Оставляй на дизельном. И потом, ты уже с ним договорились. Он тебя, между прочим, сам позвал. И чтоб ты знала, молочную кислоту в организме нужно разгонять. Это я тебе как химик говорю. Надей, ты уже. Мне плохо. Мне плохо. Тихо надо так офигенно играть. И вот настолько. Я верю. Тупую дурочку. И просто доминирующую какую-то прям сучку. Я верю. Ну, ладно, сучку легко играть. Да ладно. Да. Можно. Ну, вот типа, блин, это Леночка или как? Она просто такая вот. Да какая, Леночка? Светочка? Светочка, да. О, Кулина. Лучше позже, чем никогда. Лена, ты где была? Они отказались печатать. То, издательство? Орлы! Идите на только отцовы бросать. А хоть объяснили, почему? Говорят, не формат. Нам все понравилось, конечно, но... Какие быстрые. 645 страниц за один день. Ленка, да наплю ты на них. У нас что, в Москве одно издательство, что ли? У этого вообще какое-то название. Автомобиль, лень. Симафор. Они, наверное, кроме правил дорожного движения, ничего никогда и не печатали. Странно, что тебя рассказывают туда направлены. Хотя... Поверь, они еще локти будут кусать, что они не взяли. На! Он разговаривает с ученицами. Она еще убитая. Причем они на дистанции стоят, даже не обнимаются. Блин, может, там хоть, я не знаю, какую-то перспективу. Я думала, он ее обнимет, чтобы успокоить. Не переживайся, хорошо. И это еще будет хоть как-то. А они просто разговаривают. Ну, она, опять же, все правильно. Вот персонаж, ну, не сильно умный, да? Ну, тупой, тупой. Ну, ему хватает, он же просто фитиля, чтобы загореться. Ленка, приводрись! Спорт, он помогает! Ну-ка, быстро переодеваться в спортивную форму и вперед! Рукопись оставь, пусть лучше у меня полезут. Чего ты с ней каждый день таскаешься? Гулемина, Гулемина! Ты мне доверяешь? Тогда вперед! Чего ты? Ну, он реально с Гулеминой мило общается. Облом! Билеты проданы еще неделю назад. Что теперь делать-то? Я доказала, что ничего не получится. Хотя, может... Там зал на 10 человек. Ну, наверное, да, действительно. Насколько популярный чел, да, этот Боб Кантер? Вообще никогда про него не слышали. Чешка, подожди! Давай сажим! Боб Кантер! Там сейчас, наверное, уже селлдаут, но все равно, давай посмотри. Так, Боб Кантер! Актер... Актер... А, актер... А, актер, подожди. Хорошо, я постараюсь. Я очень постараюсь. Держи. К сожалению, только один. Спасибо. Ну, держись, Наташка, не нервничай. Ну, давай беги, а то опоздаешь. Удачи! Слушай, а ты и правда все можешь? Ради тебя! Даже горы свернуть! Ну что, поедем клубиться в закат? Гарантирую, тебе понравится. Окей, но если ты достаешь меня домой в целости и сохранности? Есть, товарищ подполковник! Все болеваемые. Да что-то мне нравится хоть? Он... Я все жду, каким образом дочь воссоединится со... Как это мир сказал? Как они... Ну, как он ее узнает? Или она придет, скажет, я твоя дочь! Он такой, ну и что? У меня таких дочерей, знаешь, сколько? Я... В каждом городе. Я арендую маленький театр. Как они там называются? Актовый зал. Добрый вечер! Сегодня впервые за 16 лет я опять выступаю в России! Рядом со мной музыканты группы Швай и ЗАГС! Но прежде чем мы начнем, я хочу поприветствовать своих друзей-музикантов! Йонар! Фюрер! Залезай, так лучше видно! Залезай на меня! Настоящее! На кого он, на кого он залезал? Просто че-то просто залезай! Залезай на меня! Полезай на меня! Просто какой-то медведь пришел тоже. Ааа! Вперед! Давай, Ашенька! Просто это так делается, да? Да, видимо, да. Рандомного человека, себя на гурб сажаешь, да? Очень большая добродутка. Как мило. Это квест еще с обосранной теткой не закончилась. Вот она сидит. Ты настоящий друг! Искренне! Спасибо тебе! Будешь? Ммм! Вкусная! Откуда у тебя? Да мужик дал. Сладкая, как ранятки. Как ты сказала? Ранятки? Женька, все будет хорошо! Нет, все будет просто здорово! Ранятки! Так же наша группа называется! Просто мы такие детки! Мы ранятки! Мы ранятки! Будешь? Супали! Ты завтра обязательно к врачу сходи! Теперь точно схожу! А что, все, да? Она дискредитирована в глазах! Ну да, 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 да! Все увидели, что она нажралась колбасы с хлебом! Все! И что, это все только на этом основывается? Все закрылось! А она едет, такая... Как мне грустно! Я думал, я к уголовке привлеку! Я чувствую, как в моем теле концентрируются черные дыры в районе жопы! И вот все вот так... Ого, а ты все... Глупов уже плохо! Надо это проработать! Потому что это ненормально! Это ненормально так все это воспринимать! Да это пробуждает нас воспоминания! Алья, а че ты сумка таскаешься? Давай ее в гардеробу сдам, так идет удобно! Хорошо, хорошо, хорошо! Я скоро! Ну, песня классная! Нет! Ну, классная! Ну, хорошо, ладно! Тогда, может, за классная! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо! Угу! Видимо, под металлик вкосят! Да нет, не металлик! Да! Ну, не мертвец! Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Верно? Слушай, круто! Все это время какой-то чел одержит на себе Наташа. И тоже подпевает. Прикольная песня даже. Эти контрасты музыкальные. А здесь улётно. Предлагаю выпить за наш вечер. Рекомендую коктейль Ангел. Это твой коктейль. Ведь ты мой ангел. А я думала, что ты... Не, ладно, всё, хорошо. На счёт три. Просто хочешь меня напоить? Ой, я мобильник в сумке забыла. Вдруг отец будет звонить, я схожу. Сиди, отдыхай. Я сам сбегаю. Коктейль Ангел для девушки. Я быстро. Надеюсь, никто моё сокровище не украдёт. Спасибо! Мы ещё вернёмся в Россию! До встречи! Мы тоже. Я сейчас представляю, что она идёт к отцу. Она приходит, я твоя дочь. А такая, как так? Ты моя дочь. Ты не можешь быть моей дочерью. Но я твоя дочь. Самое смешное, не вот этот диалог, а то, что тот пацан всё ещё её держит на куче. Куда нельзя? Пожалуйста, упустите меня. Мне очень надо встретиться с Бобом Кантером. Девушка, музыканты сегодня автографов не дают. Да мне не нужен автограф. Ну как вы не понимаете, это очень важно. С ним бесполезно разговаривать. Я знаю, как достать автограф. Слепок успели сделать? Чё? Обижаешь. Всё сделано в лучшем виде. Это вперёд. Только быстро и не наследите там. А вот за это можешь не беспокоиться. Новая реплика. Мой дебют, мама. Интересно, его в титрах указали. Надеюсь, что да. Иначе всё было зря. Не лыгаю. Хорошо, если выйдут быстро. Бывает, ждёшь 5-4 часа, мёрзнешь. А нет, нырка в подвал, не углядишь. Да мы с Костяном 7 лет слушаем, а Швагензац. Обожаю. А ты? Я вот недавно их слушаю. Прикольно. Что-то какая-то смесь английского, немецкого, ещё какого-то диалекта. Непонятно. Это, это вас. Здесь, пожалуйста, можно? Можно? Как зовут? Хорошо. Удачи. Ну, а тебе на чём автограф поставить? Ну, ты там совсем забронзовел. Ну, у вас Кирилл, сволочь, не звонишь, а? Ну, если бы я афишу не увидел. Сказочный сладок выдох, прям-то. Кстати, а где, ребят, два? Блин, мне и подойдёт, походу. Не боясь, не боясь, не боясь, не боясь, не боясь. Обе этих чувств с себя, ловим сладкие грёзы, но сказочный сладок. Тёплый тоже, пока потихо умирает в себе. Да ладно, прям вот так. Да не, прикольно. Прикольно, что-то. Да, да, прикольно, это очень круто. А вы не подскажете мне адрес гостиницы? А, ещё не всё потеряло. Ну, обстановочка должна быть более. Да, 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 да. Блин, ну, он же, наверное, не сам неправильно всё с самого начала поймёт. Ну, он же, а я не знаю, если бы уходи на уши, ну, где-то есть дочь, тогда окей, а он вообще не в курсах. Ну, да, прятала же. Да, мать не говорила, что она беременна. Просто такой, выключил я. Не просмотреться звукорежиссов, ребёнок. А зачем им квартира? Они хотят грохнуть её отца. Так его там нет сейчас. Ну, они тупые. Нет, они знают, что он в командировке. Стол спрячем. Ты чё, бил, что ли, Том? Кто наркоту в столу? Что, быстро найдут, что ли? А, подставить хотят, наркоту спрятать. Понял? А чё тут такого? Ехал, схватил какого-то... Да, не... На раскопках поймал пацана. На раскопках. Его быстренько оформил, а это забыл. Что, вы что, ребят? Вы посмотрите на меня. Мы туда пойдём. Ох, устала. А я думал, ты можешь танцевать бесконечно. Очень жарко. Старожевой пёс звонит. Ко мне отец мента приставил. Чтобы его девочка не творила глупостей. Извини. Алло. Муж сюда. А если менты тупые? Не догадаются. Тоже верно. Это что, допрос? Новую песню репетируем. Я разберусь. Спасибо за заботу. Отвезёшь меня домой? А то текст скоро может приехать. Хорошо. Только подари мне последний танец. Посмотри. Мы не будем за это комментируют. Син, серия какая-то максимально нудная. Я не могу. Нужно какие-то протянутые вот эти все нитки. Где мать Ани? Да, да. Ради чего мы вообще это смотрим? Что, Зайса? А я что-то не заметил. А? Тихо, тихо. Вроде тихо. Давай скидываем товар и пойдём. Не хватало ещё здесь запалиться. Дай золотой. Давай. Какая-то кухня у них вообще стремная, да? Ну? Ну. Син, скажите, пожалуйста, а музыканты из группы Швагинзе ещё не приезжали? Фанатка? Девушка, я вас очень прошу, не нагадайте музыкантов. Из чей-нибудь. Но я не фанатка. У меня срочное дело к Бобу Кантеру. Он мне сам встречу назначит. Все вы так говорите. В любом случае их ещё нет. Так что, прошу, пожалуйста, покиньте помещение. Иначе я сейчас охрану вызову. Добрый вечер. Что, изволите? Наш ресторан работает до часа ночи. А даме шутку лучше. Вот, габрируй. Хорошо. Алло. Мам, алло. Ну, слушай, ты ещё не спишь? А можно я сегодня у Лерки останусь? Нет, Наташа. Сейчас же домой. Ты на время смотрела? Мам, ну, пожалуйста. Ну, я парень бросила. Ей очень плохо. Мы же с ней лучше подруги. Вот как она теперь одна? Ладно. Только чтобы спать. Завтра в школу. Спасибо, мам. Пока. Где он собирается ночевать? В отеле? С отцом. В чём проблема? Нет, в том, что он ещё непонятно, как среагирует на это. Да, и оставит ли он её у себя на чё? Нормально среагирует. Да. Что, чего? Что он с ней сделает в отеле? Нормально всё. Оставит на ночёвку. Любой адекватный боб-кантр бы так сделал. Швальгензац. Ты меня любишь? Конечно. А мне кажется, нет. Почему? Слишком быстро ответил. Всё-таки ты дочь мента. Надеюсь, меня не посадят, если я украду у тебя маленький поцелуй? Ну, если только совсем маленький. Можно больше их не показывать никогда? Пожалуйста. Девчонка дома. Всё в порядке? Вы извините. Пожалуйста, не пришло на бляжи. Это, конечно, не важно. Но тут у вас одна девушка спрашивала. Фанатка, наверное. Мы хотели её выгнать, но она сказала, что вам встречу назначила. Вон. Ой, здравствуйте. Меня зовут Наташа, и мне очень оценивать поговорить. По-моему, я же тебе дал уже автограф. Что тебе ещё надо? Да. Было время. Ну и? Это моя мама. А вы? Мой отец. Мой отец. Плохая шутка. Особенно под утро. Я у вас. Братая шутка. Ну, на новость. Самолёт я помню. Иду собирать вещи. Так что прощайте, милая барышня. Я улетаю. И правильно мне мама сказала? Мне не надо было с вами встречаться. Я вам никогда не была нужна. Бедный пьяный мужик. Сколько раз он слышал про то, что у него какая-то дополнительная... Дополнительная дочь. Наполнительная. Ну, было сколько... Случаи... Я устал просто. Я поняла. Я бабушка позадолбался. Я поняла. Правда, серия реально задорочится. Были серии подинамичнее. Это знаешь, что больше такая, типа на вайп такой сети, чтобы... Проснулся где, что, а что, бабкантер уже все, да? Да? Ха-ха-ха-ха. А, Аня, я так рада, что ты у меня подавил... Появилась Женя. Подавилась. На таких телефонах змейка была установлена. Мам, ты не спишь? Я шум слышала. Это я водичку пила. За что? Я думала, может, папа с работы вернулся. Можно к тебе? Как мило. Мамочка, а что важнее, дружба или любовь? Все. Наверное, это потому, что дружба – это любовь к другу. Аня, блин, афоризмы от Ани. Ну что, она не права? Не права. Хватит ее засирать. Я не засираю ее. Хватит засирать Аню. Аня, если ты смотришь нас, любовь – это тебе дружба. Хватит. 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 Давай искать того чувака. Хватит. Хватит. А мы не узнаем, как он… Там же нету портретов. Не, ну типа чел, преступник. Хватит. Хватит. Тут есть такое, смотри, режиссер, художник по костюмам. Так, помощники режиссера, анальные специалисты, звукооператоры. Анастасия, реквизитера, бардан, водители… Саша, актеры в самом начале, они уже прошли, если были. Директор Монтажа Иман Пермин. Координатор Лариса, директор Алексей… Да я все! Все, ладно. Все, пока. Какая скучная серия. Скучная серия. Не знаю, мне показалось она скучная. Нет, ну правда, по событиям прикольно, но подано она максимально растет. Очень, очень аквальяжно. У нас две ветки, типа, надо подставить отца или Аню, и Боб Кантер должен узнать о своей дочке. Ну нет, там несколько веток было. Боб Кантер… А, еще… Секты… Не знаю, как будто год прожил сейчас. Реально. И вместе с ними окунулся. Вот сейчас какое, 2027-й. Все, ребятки, спасибо, что посмотрели с нами, вы терпели все это, или наоборот, вы наслаждались. Пишите, дайте знать. Вообще, как вам? Стоит ли продолжать смотреть Ранетки? Ранетки – это просто какой-то восторг и кайф в редких случаях. Мы хотим их на стримах смотреть, потому что под запись – это прям вообще жесткая жесть. А потом будем обрабатывать и точно так же на YouTube выкладывать. Но, по крайней мере, хочется вместе с вами поболтать в момент. Может быть, будут какие-то дополнительные приколы и истории из вашей жизни, которые поляринами можно приправить. Пока. 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 Пока.